Это Давид Чай, мы продолжаем. О создании кругового движения на этом перекрестке говорили еще в прошлом десятилетии. На дворе 24-й год, все без изменений. О пересечении каких улиц идет речь и нужны ли вообще кольцевые развязки в нашем городе, расскажет Екатерина Дворникова. На перекрестке улиц Московской и Солнечной планируют организовать круговое движение. По мнению экспертов, оно снизит количество пробок и повысит уровень дорожной безопасности. Правда, сроки конкретно не обозначены. В паблике «Стройм Киров» недавно опубликовали скриншот от подписчика с комментарием, по его словам представителя администрации города. Реконструкция улицы Московской от проспекта Строителей до Октябрьского проспекта с организацией кругового движения на пересечении Московской и Солнечной предусмотрена генеральным планом города в срок по 2040 год. Дата удивила кировчан, ведь об этом в местных СМИ говорили еще в 2019 году. Причем обсуждался в кабинетах не только этот перекресток. Про круговые движения говорили и в районе Октябрьского проспекта и улицы Консомольской. И говорили, что уже практически в этом году хотели начать строить это круговое движение. Но, как мы видим, ничего не происходит. Об этом много обещают, но по факту у нас мало что происходит. Кстати, в 2019 году кольцевое пересечение появилось в Макарии. Сначала оно было временным, а уже после на участке построили большую полноценную развязку. Круговое движение на перекрестке улиц Павла Корчагина и Слободской тракт города Кирова организовано с целью обеспечения безопасности движения транспортных средств, а также для увеличения его пропускной способности. В 2019 году на этом перекрестке было зафиксировано два ДТП, в которых пострадали пять человек. После введения кругового движения статистика изменилась. На сегодняшний день мы понимаем, что данное круговое движение введено не зря. По статистике, которую мы запрашивали в госавтоинспекции, дорожно-транспортных происшествий там не происходило. То есть аварийность снизилась до нуля. На вопрос, когда появится круговой перекресток на пересечении улиц Московской и Солнечной, в городской администрации ответа нам пока не дали. Екатерина Дворникова, Алексей Стахеев, Бюро новостей Давича.